Здравствуйте, дорогие друзья! Решила не тянуть до самого Нового года с подарком. И сегодня у нас шаблон PSD красивого календарика. И также небольшой урок, как вставить фото своей модели в этот шаблон. На нашем сайте под видео уроком нажмите на кнопочку материал и скачайте PSD шаблон календарика. В фотошопе он у вас откроется вот таким пустым белым листом. Для того, чтобы увидеть слои, вам нужно включить видимость этих слоев. И давайте займемся вырезом модели. Откройте также в фотошопе изображение с вашей моделью. В самых последних версиях фотошопа есть прекрасная функция, удивительная функция, друзья, выделить предмет. Чтобы она у вас появилась в меню и стала активной, вам нужно выбрать любой инструмент для выделения. И нажать на соответствующую кнопку в меню этого инструмента. И как видите, сразу же становится активным выделение на модели. Нажмем на кнопочку выделения и маска, чтобы еще точнее определить границы выделения. В новом окне возьмем инструмент быстрое выделение и сделаем активной кнопочку с плюсиком, которая нам и будет прибавлять область нашего выделения. Проводим по краям и по тем участкам, которые еще не залиты красным цветом. Значит, выделение на данные участки не зашло. И когда все нужные области для вырезания у нас отмечены красным цветом, можно слегка увеличить параметр растушевка и сглаживания. И внимание, друзья, важная функция. Вот в этом окошке выбираем новый слой со слоем маской. Что это значит? Это значит, что модель у нас остается видимая, а фон просто спрятан под маской. И если у нас вдруг при выделении какие-то части неаккуратно вырезались, мы их можем либо вытереть по этой же маске, либо наоборот проявить. Чтобы лучше видеть края выреза, под слоем с моделью сделаем пустой слой и зальем его каким-нибудь ярким цветом. Для доработки выреза по маске нам нужно выбрать инструмент кисточка и определить цветом переднего плана черный или белый, в зависимости от того, хотите ли вы стереть какие-либо детали, либо проявить. Кисточку выбираем мягкую, стандартную, круглую, жесткость на нуле. И так как я хочу сейчас обработать края волос, выбираю цвет переднего плана черный, чтобы вытирать эти оставшиеся белые края. И аккуратно прохожусь по краю волосков, удаляя остатки белого фона. Затем просматриваю все края по всему вырезу. И если где-то неаккуратно автоматически программа вырезала, так же аккуратно по краю прохожусь, делая вырез более аккуратным. А вот на ножках наоборот. Программа перестаралась и срезала некоторые части, переключаю цвет переднего плана на белый и возвращаю срезанные участки. Когда мы обработали и доработали вырез, применяем маску, правой клавишей мыши вызываем меню и нажимаем на соответствующую команду «Применить маску». Инструментом перемещения перетаскиваем вырезанную модель в календарь. Модель перемещаем под слой под номером 3 за вот эти белые цветочки и за котика. Если нужно, включаем трансформацию и уменьшаем, либо увеличиваем модель. Далее я вам покажу очень простой и хороший способ, как можно вписать модель в фон. Делаем дубликат слоя с моделью, просто лапкой перетаскиваем в панели слои на значок «Новый слой». Проходим в меню «Изображение», «Коррекция» и выбираем «Подобрать цвет». В этом окошке мы выбираем документ, в котором мы в данный момент работаем, это календарь, а в окошке «Слой» выбираем фон, потому что фон у нас основной, он синего цвета, голубой оттенок нам нужно и добавить к модели. Можете покрутить вот эти ползуночки, сделать поинтенсивнее цвет или поярче. А теперь просто меняем режим наложения данному слою на мягкий свет. И вот давайте теперь посмотрим до и после примененных действий и посмотрите, какая темная девочка была и как сейчас она неплохо вписалась в наш календарик. И так как календарик у нас в PSD формате, по слоям элементы здесь также можно двигать. Вот в частности, вот эти звездочки, они находятся на слое под номером 2, можно его продублировать сколько вам угодно раз и сколько угодно этих звездочек разместить на картинке. Еще можно по своему желанию доработать календарик, сделать тонировочку, корректирующим слоем градиентная заливка. Включите его, поменяйте режим наложения и выберите подходящий и понравившийся вам градиент. Из модели данную тонировку по маске, работая черной кисточкой, можно вытереть, если вы считаете, что эта тонировка на модели лишняя. Также можно поменять цвет цифры года. Встаем на слой под названием 2019, разворачиваем эффекты, нажимаем на эффекты, открывается окошко стиль слоя. И в параметре наложения градиента можете также подобрать другой понравившийся вам цвет градиента. и точно таким же образом можете поменять цвет календарной сетки. Ну а далее сохраняете ваш календарик в формате JPEG и несете на печать. А наш урок небольшой, друзья, на этом закончен. Надеюсь, шаблончик вам пришелся по душе. Напомню также, что материал доступен для скачивания только подписчикам сайта PSD Studio. И на этом позвольте попрощаться с вами. Всего доброго, до новых встреч!